Приветствую вас, друзья, в симуляторе терраформирования. Терра Нил. Абсолютно бесплатная демка в стиме уже доступна. Обязательно ее зацените. Игра просто супер. Можете так быстренько пролистать мое видео, чтобы понять, о чем речь вообще идет в этой игре. И самим начать ее изучать. Игра вообще интуитивная. Это просто обалденно суперское обучение. То есть, смотрите, мы можем посмотреть каждое строение и увидеть, даже не читая текст снизу, что оно делает. То есть, начнем с электроэнергии. Электроэнергии вырабатываться вот на таких камнях, где все подсвечено, как надо. И каждый старт, я так понимаю, новая карта будет. Так, давайте выберем какой-нибудь участок пожирнее, чтобы нам как следует застройство. Давайте где-нибудь вот здесь, например, поставим ветряк. Его радиусе нужно поставить вот такую штуку, токсин скраббер, который собирает весь токсин из земли и позволяет эту землю, собственно, возделывать. Давайте через shift поставим парочку где-нибудь вот так, как можно дальше. О, тут даже елочку зацепим. Ну-ка, она позеленеет. Нет, еще нет. И дальше нужно поставить такой вот ирригатор, который нашу почту улучшит. Если мы его сейчас поворащаем вот так, он может в прямую превратиться. И давайте, наверное, как я удачно поставил. Так, сразу два. И заодно, зацените, что показывает цифру, насколько мы улучшим эту землю. Так, поставим один сюда, наверное. Так вот. А второй, блин, сбросился. О, обалденно. Вообще, такая анимация в игре классная. На 62. Вот сюда. Слушайте, здоровый кусок отхватили. Прям целых два круга таких засеяли травой. И здесь у нас накапливается ресурс. Это трава. За эту траву мы как бы покупаем наши здания. Кстати, прикольно. Когда ты реформируешь планету, строится из тех ресурсов, которые на ней есть. Дальше у нас есть ватерпамп. То есть, качает воду. Ее тоже надо куда-то поставить. Причем так, чтобы она как можно большую площадь занимала. Но фигня о том, что здесь нужно электричество. Так, давайте попробуем вот так. Поставим этот сюда. И нашу пампу запамят. Так, мне главное, чтобы справа у меня был залит полностью. Вот так вот. И слева там. Ну давай. Ну блин. Вот так вот. Смотрите, какая красота. Здесь такая классно анимирована вода прям. Как будто, блин, какой-то Майнкрафт в HD. Только зацените. Красивая. Прям, блин, еще эта обводочка черная, как в каких-то комиксах. Не знаю. Вот. Мы немножко залили здесь водой. И у нас здесь опять подавляет растительность. Нам нужно добиться 100% растительности. То есть, не всю карту надо, а вот эту штуку разогнать. Игра вообще кайфовая. Вот честно. Но она, правда, на один раз. Но, блин, сыграть ее точно стоит. Тем более, что она бесплатная. Есть кальцифайр. Кальцифер. Как прям в ходячем замке Хоула. Он у нас вот такие камни строит на воде, чтобы нам строить генерат. Но пока нам это не нужно, мы воздержимся. Есть экскаватор, который бурит нам канал для того, чтобы нам воду можно было прокидывать еще дальше куда-нибудь. Ух ты, а тут тоже черепа есть. Обалдеть. Итак, давайте наберем соточку здесь и посмотрим, что нам откроется еще дальше. Игра приятно удивила. По сравнению с тем, что я видел раньше в ней, она значительно изменилась. Так, выберем еще один какой-нибудь жирненький участок. О, да. Вот здесь вот. И подобную схему, я думаю, нам тоже удастся здесь провернуть. Поставим здесь как-то, наверное, вот так. Если что, мы последнее здание, которое построили, можно будет один раз отменить. Так что, если что, нажимаете вот эту кнопку. Блин. И надо как-то это дело вот так вот зафигачить, наверное. Наверное, как-то вот так, да? Чтобы нам было побольше места там. И сюда же вставим вот эту штуку. И таким вот нехитрым способом можно... Блин, значительную часть карты, эта штука мешается теперь нам засеять травой. Во! На севере здесь целый кусман. Еще и с деревцем. Надо обязательно его отхватывать. И, наверное, попробуй здесь четыре штуки. Я не знаю, наверх мы залезем или нет. Но четыре штуки вот так по максимуму здесь профигачить. Так, давай, дружище. Наверное, вот так вот. Один, другой пойдет сюда. Вот так. И еще надо куда-то вот сюда вот подоснуть. Наверное, вот с этого законнектчусь. У-у-у-у, блин, сколько здесь сейчас травы у меня будет. Наверное, штуки три вот таких мне влезет даже. Так, 136 раз. И это ничего не все. Это, по-моему, первая из трех или четырех стадий на данном этапе. Потом нужно будет еще больше расширяться. Блин, 126. 156, да? Давай вот так вот. Вот, и он зараза сбрасывается. И вот здесь вот эту полностью возьмем на 118. Отличненько. Уже 54% у нас готово. И нам нужно захватить еще немножко территории, чтобы открыть следующий уровень. Так, хочется здесь вообще все водой залить. Вот это здоровое такое место. А почему-то здесь не везде я смотрю. Даже воду можно выкачивать. Так, мне хочется, чтобы слева тоже была водичка. Но она здесь идет... А, она здесь идет сверху. Поэтому придется, наверное, как-то ее вот так вот ставить. Чтобы она здесь была и внизу. Ну, давай вот так. Здесь как раз у нас все дело-то дело заценивается. Мы левый край, весь водой зальется. И у нас накапается... Накапается 83%. Что-то слабовасто как-то. Но я думаю, водой здесь стоит, имеет смысл вообще все залить. Блин, а что тут-то за фигня, что он влево не хочет аж переливаться. Так, давайте поставим здесь, наверное, электруху. Попробуем к ней зацепиться. О, но как-то хочется... А, ну здесь особо, наверное, смысла нету. Потом просто заполним все, что вот здесь вот есть водой. О, вот так вот. Да, оптимальный вариант. И теперь здесь красота у нас будет неописуемая. Все, практически все. Мы залили водой. У меня 87%. И можно, знаете ли, еще где-нибудь воду пробурить. Прямо туда пустить вот ее вот по этому. А здесь почему-то здесь полоска какая-то странная. Багнулась, что ли. Какая-то полоса нерабочая. Вот туда можно воды налить. Кстати. Вот так вот если его поставить... А, ну тогда будет криво, да. Ну давайте для красоты еще вот сюда, в этот край, допустим, добьем водой. Сейчас вода здесь появится. Во! Прикольно, да, сделано. Где-нибудь видели вообще в игре такое жесткое термоформирование. Сюда поставлю еще одну зеленку. Можно, наверное, даже две запихнуть. Но для этого нужно вот эту штуку ставить вот сюда. Давайте покажу, как это работает. Видите, он сразу надел здесь камни. Сюда кинем электруху. Поставим еще один заводик. По производству земли, скажем так. И сюда две вот так моих любимых плоских. Через шифт их можно копировать вот так. Но единственное, он не сохраняет положение зарослей. Так, 58. Готово. И... Зараза, такая соточка еще до сих пор не сделала. Во! 102% даже не надо вот эту ставить. Но мы ее все равно поставим где-нибудь здесь возле водички. На 74. И теперь мы готовы к открытию второго табло. Здесь у нас как бы три биома. Биома. Три биома. Биома. Блин, как-то что-то имя прям как будто. Так вот, там вот вода есть у меня. Вроде как она там проходит. Не знаю, что она вот сюда не затекает маленько. И вот здесь вот не проходит. Вот здесь какой-то затор небольшой. Ну, ладно. Водичка хотелось бы побольше. Что у нас здесь? У нас, во-первых, есть ресерч-центр, который снижает стоимость или размер скрабера. По-моему, размер. Потому что, видите, этот здоровый какой. Так, это все маленькое. А если мы сейчас ресерч-центр поставим, всего за 25. У нас 700 на месяц есть. Где-нибудь, где он нам не будет мешаться совершенно. Куда-нибудь его бы подоткнуть. Ну, наверное, вот сюда. Или... О, вот здесь у нас не разъедлено. Здесь прям классное место такое для ресерч-центра. Готово. И теперь у нас эта штука должна уменьшиться. Да, смотрите-ка, она маленькая. Теперь будет очень комфортно ставить. Это только второй этап, ребят. Итак, на втором этапе у нас открывается, помимо ресерч-центра, гидропониум. Он как бы так заболачивает место. То есть вот это создает нам... Я называю это болот. Он строится вот на таких вот штуках. Вот, например, здесь вот он доступен. Ставим 45. И у нас вот эта полоска начинает заполняться. Теперь нам нужно будет достраивать здание так, чтобы все три биома у нас были заполнены. Так, 69. Так, 69. А вот здесь вот можно... А, все, почти, почти доделали. Давай, 65. И где тут еще смачный был? Вот этот... А, этот нельзя. Вот этот, по-моему. Да, как раз этот биом у нас заполнен. Можно его ставить. Смотрите. Болотце. Красота. Теперь нам нужно какие-то луга сделать. Так, что у нас еще есть? То есть у нас есть вот такая бихаев, которая делает луга из елок. То есть... О, смотри, здесь сразу 90 дает. То есть берем елки. Сажаем на них какие-то ульи, да? Да, скорее всего улья. Потому что бей, это же пчела. Бейл. Билайн. Это чип типа пчелиная линия. Обалдеть. До меня только сейчас дошло. Вот играешь в игры и просвещайся. О, так мы просто засеяв емут эти луга. Прикольно, пчелки. О, реально, пчелки. Обалдеть. Так, столько анимировано всего. Даже вот эта штука анимирована. Так, все, да, сделали? Все, галочка. А теперь нам нужно какой-то лес хвойный. Так, что у нас есть дальше? Дальше у нас есть арборетум, который на углях строит вот этот вот лес. Не знал, не знаю почему. Для этого нужно солнечную панель воткнуть и поставить там диссикатор, который нам выжгет. Смотрите. Вообще игра, обучение в игре просто шедевральная. Вот здесь я смотрю, луга есть, но я так понимаю, вот это у нас не уменьшится уже, если у нас галочка стоит. В этом можно спокойно здесь устраивать выжигание. Смотрите, собирает солнечную энергию. И сжигает. Даже сам сгорел, обалдеть. У нас вот такие вот угольки образуются. Ой, блин, а он мне эту сжег. Ой, блин. А это нормально, да? Ну, вроде как нормально, что все сгорело нафиг. И здесь можно строить вот такие вот штуки. Они даже плюс к травке дают мне немножко. А-а-а, какой звук. Так, а если еще поставить не дадется? Плюс. Чуть-чуть совсем, да? Так, а еще один. Но это совсем ничего не дал, поэтому я его, пожалуй, отменю. А-а-а, теперь, в принципе, пока на втором этапе это все. Мне нужно сейчас настроить вот этих штук. И как можно больше везде понаставить вот этих выжигателей. Сталкер был выжигатель мозгов. У нас здесь выжигатель травы. Смотрите, поджигает. И при этом сам сгорает. И уничтожает. Так, это тоже сгорает. Ой, а он прям все уничтожает. О-о-о, у меня леса начинают уменьшаться. Во, блин. Все-таки здесь баланс какой-то надо соблюдать. А не так бездумно, как я это делаю. Ой, аж тут загорелось. Офигеть. Зато сейчас мы по лесу пройдем. А, думаю, эти штуки мы еще достроим. Блин, как классно заполняется-то быстро. Так, здесь что-нибудь мне даст? Давайте попробуем. Немножко дало. И можно вот этот еще уголочек. Блин, ну почти. Надо еще все-таки что-то выжечь, чтобы нам это дело пройти. Ну, давайте выжигаем вот этот. У нас лес как раз здесь не затрагивается. Опа. Ну, давай попробуем. Сожжем. Вот этот человек, мне кажется, сейчас все сгорит нафиг. Просто в нулину. Хорош, 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 хорош. Ребята, стопарни. Хорошо тут, блин, тут было разделить, но все равно... Ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, обалдеть. Обалдеть, что творится. Так, теперь мне нужно восстановить луга мои здесь. Так, каким образом это сделать? Только я пока не придумал. Луга мне нужны... Ну, луга, что? Так, о, смотрите, птицы прилетели, какие-то гуси. Если тупо вот так наставить... Они, правда, жирают ресурсы. Так, где-нибудь вот здесь давай. Вот так вот. Захватываю. Ой, фига тут елок, сколько много. Таким способом можно немножко нарастить луга, но этого, мне кажется, будет недостаточно. О, вот этот можно взять плюс 10, да? Он почему-то уменьшил или нет? И все, пока что. Во! Достроил здесь еще елок. И с помощью этих елок я, наверное, сейчас смогу все-таки луга расширить себе. Так, ну, судя по всему, все. Если я просто сейчас буду вот эти добавлять, у меня уже эти не растут. Поэтому придется расширяться и каким-то образом все-таки выдумывать, как это дело пройти. А вот, вот здесь... О! Так мы можем вот здесь вот поставить, наверное, новых елок. И они, возможно, нам еще что-то принесут. Не, нифига, они намного не приносят. Поэтому надо идти куда-нибудь в другой край. Ну-ка, ну-ка. О, да, я еле как наковырял этих ульев здесь, чтобы поставить недостаточное количество штуковин. И теперь третий этап. Зачем это синдековой смачный. Так, во-первых, финальная вкладка. У нас есть Humanity Pilon. Так, увеличит вот этот Humanity. Так, и у нас вот здесь вот есть такой график, который нам по нему нужно перемещаться и попасть, так и по-моему, в центр. То есть эта штука в процент у нас улучшает. То есть нам нужно просто тупо найти место, которое наиболее пригодно. Так, это аж минус дает. Плюс 4... Или что это? А, плюс 1%. Так. О, 7% нормас. Он нам сейчас двинет. Я думаю, поставим на семерочку здесь и посмотрим, как мы уедем. Так, вошли в зеленую зону. И у нас сейчас, по идее, должны начинать капать филки. Но они у нас пока не капают. Ладно, 594 у нас есть. Мы пока будем прокачиваться. Так, какой-нибудь пожирнее еще. Вот этот плюс 4 нам дает. Давай его возьмем. О, поехало. Так, здесь, если что, плюс 2. О, неплохо. Почему-то вот здесь вот плюс 6. Это солнечная электростанция, что ли? Так, держи плюс шестерочку. Еще приближаемся. Так, я чувствую, везде нужно будет понатыкать, где только можно их. Плюс 7. Ммм, найс. Так. А, второй уже сюда не воткнуть. И готово. Ровно на плюс 7. И теперь у нас пошел какой-то дождь. Ну, по крайней мере, был гром. Здесь мы выросли. По температуре можно было бы поставить вот это. Но у нас по температуре все пучком. Не знаю, от чего зависит здесь температура. Возможно, от того, что сколько мы здесь выжигали лес. Блин, какой здесь озвучка все-таки классная выгреющая. Один кайф только в нее играть. Так, и теперь у нас появился вот такие вот штуковины. О, дождик пошел. И у нас начался дропаться. Не знаю, как в чем-то валюта. Ну, листва какая-то. Короче, в этой у нас идет валюта. Да, ну, видишь, у нас все. А, у нас вообще произвольные клетки начинают зарастать травой даже, насколько я вижу. Да, слушайте, все. Мы практически улучшили планету. И теперь нам нужно экосистему эту всю убрать. Я так понимаю, наше строение рецикла сделать. Для этого у нас есть вот такой вот аэрошип. Его мы поставим. Где его можно поставить? Можно поставить вот тут, например, с краю. Либо где-нибудь вот здесь вот. Чтобы. Давайте попробуем поставить где-нибудь вот сюда. А, сюда не поставим. Ну, нужно так поставить, чтобы он у нас везде, где можно только доставал. Но вот на этом пригорке, я думал, он не сработает. Лучше поставить, наверное, где-нибудь. Куда-нибудь вот сюда, что ли. Так, все. Больше он нам недоступен. Теперь у нас есть возможность поставить одного дрона. Так, вот здесь вот непонятно, что там за локация такая. Этот дрон нас будет собирать листву. У нас есть вот такие штуки сила, которые уничтожают все в своем окружении. Видите, все постройки. И превращают их обратно в листу. Есть лодин-дог, который эту штуку, собственно, загружает в себя. Отосюду. И к нему идет вот такой вот чувачок. И теперь нужно аккуратненько нам все это, все эти штуки, которые здесь есть, собрать. Так, чтобы у нас была возможность как-то еще вот сюда вот проникнуть. А для этого нам нужно строить будет каналы. Поэтому, блин, вот это достается фигня. Не видно, что-то достается или нет. Но давайте попробуем все это дело аккуратно убирать теперь. У нас за это еще будут дополнительные филки даваться. Сейчас он у нас поедет сюда и высосит из себя всю вот эту штуковину. А, здесь смотрите. Да, вон, видите, всосал. Здесь можно поставить вот такую вещь. Все это отсюда собрать. И не надо будет новый канал рыть. А до него можно дотянуться вот отсюда. Можно же дотянуться до него? По-моему, да. Так, я надеюсь, он сейчас у нас это дело соберет. Соберет. Все, теперь у нас 19% рецикла. И мы постепенно все вот эти вещи будем здесь разрушать. Мы достаем вот досюда. Здесь, если что, есть вот такой подъемник, чтобы нам вверх забрасывать. Ну, мы сюда не полезем. Нам, в принципе, хватит и вот этой штуки, чтобы туда дотянуться. Поэтому поставим его просто сюда. И пусть наш чувачок его отсюда заберет. Здесь продолжим стоять еще вот эти вещи. Здесь как раз этот лазер можно зацепить. И вон ту штуковину. Так, и вот этот край у нас почти готов. Но первым делом, наверное, вот с этим делом разберемся. Единственная сложность, как мне вот сюда запереться и убрать все вот эти вот штуковины мои, которые я тут понастроил. Давайте попробуем сделать так. Поставим один рецикл вот этот. Сила. И я хочу попробовать вот этим же силам второй забрать. О, слушайте, так так можно просто в одну точку все скидать, пока есть ресурсы. И не заморачиваться особо. Так, ну давайте так и сделаем. Здесь я соберу вот этот сюда. И здесь один сборщик на эти два сила поставлю потом. Даже можно сделать на три. Собрать вот этот ресурс. О, как классно, слушайте, получается. И одним махом сейчас троих сразу. И сейчас сюда закидаем. Сейчас только дрон вернется. Я не знаю, как он там, где он там оплывает. Я надеюсь, вот по этим буеракам он проплывет спокойно, потому что я не вижу, что там сделано. А тем временем мы можем здесь все поразбирать. Так, если вот такой поставить. А, вот туда не пролезет, потому что там помпа стоит. Так, ну и давай вот тебя вот сюда тоже поставим поближе, чтобы далеко не ездить. Да, давайте сделаем даже как-то вот так. Изо дно вот этот зацепь меня, надеюсь. Так, внизу здесь. Здесь внизу, конечно, не везде тоже можно все это дело поставить. Но мы можем поставить вот эту штуку и вместе с электростанцией зафигачить сюда. И здесь история... Блин, а на болоте-то нельзя строить. Здесь историю повторяем. То есть ставим, наверное, вот такой вот один. И он у нас, по идее, должен все это дело собрать. Но сейчас посмотрим, как это произойдет. И у нас 87%, где у нас что там осталось? Здесь мы вроде все расфигачили. Никаких подъемников мы даже не строили, поэтому нам их разбирать и не придется. У нас осталась одна локация здесь. Здесь... А, вот. Вот здесь почему-то он не хочет дотягиваться. Давайте попробуем вот так вот ее поставить. А, он, походу, сейчас на базу сгоняет и вернется за этой. И у нас будет пройдено все. Давайте пока заценим, какая красивая база. Непонятно. А, ну да, это летающая штуковина, как мы видим. В чем будет дальнейший геймплей, как минимум там будут новые локации. Локации пустыни. Причем она будет... Ну, новый биом, скажем так, не локация, потому что она будет добавлена прямо на карту. Я видел скрины. Вот. Разработка, как мне кажется, ведется довольно-таки неспешно. Но игра, блин, она реально кайфовая. Это реально индюшатин для души. 100% собрано дронов. И теперь, когда наш дрон вернется... Ой, блин, какой же здесь отлучка классный. Мы, короче, смотрите, в какую красоту мы превратили к планету. Даже олесики есть. Смотрите, какие милашки. Это просто что-то с чем-то. Дрон вернулся. И по такой проливной, мой любимый дождь, давайте мы отправимся с этой планеты куда-нибудь еще. Просто шикар детский, ребята. Атмосфера прет. В общем, надеюсь, вы, прежде чем смотреть мои видео, сами прошли эту игрушку. Потому что опыт отличнейший. Просто не передаваем. Он забирает, смотрите, дрон. И валит с этой планеты. А не планета, наверное, в другую локацию. А там будет что-то типа посложнее. Ну, не будем гадать. Поэтому игра, если вам очень понравилась. А мне она очень понравилась. Если вам видос понравился, то, пожалуйста, пройдите ее. Демка абсолютно бесплатная. Есть в стиме. На этом огромное спасибо всем, кто смотрел. Мне кайфую просто от таких игр из-за того, что вы смотрите. Поэтому оставляйте ваши комментарии так же, как вам. Надеюсь, интересно было. И всем всего хорошего. И до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok